Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В этом году прихожане наших храмов не могут посещать службы Страстной Седмицы и Светлого Христового Воскресения. Горько нам не видеть ваших в лиц, еще тяжелее вам не быть на этих службах. Но важно понимать, что если человек не идет в храм по лени, по пренебрежению, то это грех. А если человек не идет в храм, потому что обстоятельства внешние ему это не позволяют, это не грех. А отделяет от Бога только грех. Пропуск этих дивных служб, горечь, потеря, но не грех. Господь обязательно утешит вас за ваше смирение, за ваше послушание. Обязательно отсыпит в лоно ваших, как сказано в Евангелии, меру добрую, утрясенную, потому что не меру Господь дает духу. Не меру. У меня был такой опыт в 87-м году, служа в армии, я встречал Пасху в Самоволке, на пенечке у меня лежала Евангелие, был маленький кусочек засовшей просворы. Радость была такая, как я не каждую Пасху сейчас ощущаю, когда я слушаю в храме, при большом стечении духовенства, народа, в облачении, в священном сане. Если это не по небрежению, то Господь остается с нами. Остается с нами. Надо смириться с этим. Вопрос, почему Господь так промыслил, что эта эпидемия началась раньше или позже, почему Его промыслом нам попущено не быть на этих службах? Ответ первый, который приходит в голову, это потому что мы пренебрегаем домашней молитвой. Мы постепенно расслабляемся, охладеваем. Наш молитвенный труд уменьшается и уменьшается, и мы перестаем быть церковью молящихся. Господь вернулась к домашней молитве. Давайте потрудимся в молитве дома. Смиримся, примем это, не будем ни злиться, ни роптать, никого осуждать. И я уверен, что чем быстрее мы смиримся, тем быстрее все это кончится. И мы снова будем в нашем храме. А Господь на Пасху нас утешит, потому что Он и намерение целует, Он знает, что при любой возможности вы бы были в храме. Господь с нами. Храни вас Господь.